На этой неделе для видео выходит новая игра, под названием Abyss, по скромной цене 79 рублей. В ней игроку предстоит спуститься в недре истощенной земли и собрать новый источник энергии, окрещенный Гайя, который поможет человечеству выжить. У проекта довольно интересная история. В недалеком 2012 году студия EnjoyUp Games выпустила одноименную игру для DSiWare, тепло принятую критиками ввиду своего цепляющего геймплея и интересного визуального оформления. Разработчики вскоре решили перенести Abyss на Wii U. Игру доработали, добавили новый контент, локальный кооперативный режим и разрешение Full HD. Изначально игроку доступно всего два режима. Это миссии и два игрока. Первый представляет собой одиночный режим игры, где вам предстоит взять контроль над биомеханическим роботом Нептуна, сконструированным специально для путешествий в темные глубины. Управлять Нептуна очень просто. Сперва необходимо выбрать направление движения, а затем нажать любую кнопку, чтобы придать роботу ускорение. Вся загвоздка в том, что координировать действия разумного устройства в воде довольно затруднительно. Робот очень чутко реагирует на все ваши действия, поэтому первые несколько попыток закончится тотальным фиаско, если вы, конечно, не играли в подобные игры раньше. Совладав с управлением Нептуна, вы отправитесь на исследование темных подземных тоннелей в поисках загадочных камней. В каждой миссии ваша задача – собрать шесть осколков таинственного источника энергии и благополучно добраться до конца уровня. Конечно, с каждой пройденной миссией сложность игры будет возрастать. Врагов вы здесь не встретите. Опасность представляет собой именно витиеватые лабиринты глубин, искусство спрятанное в уголках земли в камне Гайя, а также движущиеся объекты, которые часто будут встречаться на пути игрока. Нептуна может выдержать только одно столкновение с землей или посторонними предметами. Робот замигает красным цветом, оповещая игрока быть аккуратнее. Аварийное состояние продлится несколько секунд, затем глазастик придет в норму. Однако, если же игрока еще раз во что-нибудь врежется, придется начинать уровень сначала. После прохождения того или иного задания вас просят ваше имя и покажут результат, а именно время, потраченное на прохождение, а также место, которое вы заняли в таблице рекордов. Будьте уверены стараться со всех сил, чтобы задержаться на доске подсчета подольше. После того, как вы прошли 12 миссий основной кампании, вам покажут финальный ролик. Сообщат, что теперь на планете жить станет чуточку легче, а в главном меню откроется дополнительный режим под названием Dark. Там игрока ждут 8 дополнительных миссий, которые разработчики добавили именно в версии для Wii U. По своей сути, они не слишком отличаются от оригинальных заданий. Выдержаны в той же стилистике, однако были добавлены новые препятствия. Например, теперь робот Нептуна на своем пути встретит водные мельницы, через лопасти которых им придется аккуратно проплыть. А также падающие в его сторону камни, от которых нужно будет вовремя уклониться. Лично меня действительно заставило собрать волю в кулак 8 миссии в дополнительной кампании, которую я проходила порядочное количество минут. Что от Эбис не отнять, так это желание доказать игре, что ты сможешь ее пройти, какими бы ни были запутанными уровни, и сколько бы раз не пришлось умереть. Это идет проекту однозначно в плюс, его не хочется бросать, не одолев все задания. Когда игрок одолеет режим Dark, откроется последний режим – Аркада. Здесь все просто. Выбираете из двух уже пройденных одиночных режимов и проходите все уровни друг за дружкой до первой смерти. Того, кто прошел больше всего уровня подряд, запишут таблицу рекордов, пока кто-нибудь другой его не обойдет. Еще одна отличительная черта игры, в отличие от своего собрата на DSI – это кооперативный режим. Один игрок управляет Нептуна на геймпад, а другой смотрит на телевизор и заведует своим роботом благодаря Wii Remote. Задача осталась та же. Вам предстоит собрать шесть камней Гая. Тот, кто сделает это быстрее, не умрет, останется победителем. Такая забава вполне сможет ненадолго развлечь двух друзей. Эбис выглядит действительно симпатично и даже немного загадочно, во многом благодаря тому стилю, в котором она выдержана. Отдельное упоминание заслуживает электронная музыка, во многом напомнившая мне мотивы космических рейнджеров. Композиции немного, но они совершенно не успевают надоесть и придают Эбису своеобразный шарм. Добавим к этому визуально-музыкальному коктейлю грамотный и затягивающий геймплей, скромную цену 79 рублей и получим отличную маленькую игру, однозначно стоящую своих денег. То, что такие проекты появляются на Wii U, я считаю однозначным плюсом и возможностью реализовать себя в игровом сообществе маленьким, независимым студиям. А мы, игроки, всегда сможем их поддержать. С вами была Кристина, обзор подготовлен специально для сайта Wii Pro. Всем спасибо за внимание и увидимся в недалеком будущем.